В любом случае, это статистика. Сейчас не повезет, сейчас будет три прибыли в убыточной сделке, потом будет две прибыльных, и половину в убыточной вернете. Да, даже профессионалы, они даже радуются, когда убыточная сделка, потому что следующая будет. Потому что уже начинает сердце, неужели все время плюсы? Сегодня перед вами выступят эксперты в этой области. В конце каждого доклада будет отводиться некоторое время для ответов на ваши вопросы. Кроме того, у вас будет возможность пообщаться с экспертами во время кофебрейка. А также в конце, после всех выступлений, предполагается обсуждение прозвучавших тем. И открывает наш сегодняшний семинар. Яковлев Арсен, начальник управления алгоритмической торговли инвестиционной компании «Церик». Компания «Фиделити» придумала такой рекламный слаган на вопрос «А можно ли в Велсе?» ответ всегда «Да». Почему так уверенно они отвечают на этот вопрос? Все дело в том, что эта платформа написана в среде .NET. Это означает, что не существует никаких ограничений для того, чтобы реализовать любые самые смелые идеи для торговли. Все, что было раньше в других похожих продуктах, которые использовались для трейдинга, со всеми им присущими ограничениями, здесь этого всего нет. То есть, даже если у вас сейчас еще есть какие-то вопросы «А можно ли так? А можно ли там?» по-другому как-то ответ всегда будет «Да». Все дело будет только в способе, как этого добиться. Я хотел бы ответить на несколько вопросов, первый из которых – что именно из себя представляет платформа «Велслаб»? Это платформа для разработки, для того, чтобы формализовать идеи, которые вы собираетесь торговать, для того, чтобы визуализировать эти идеи и, соответственно, еще глубже понять, как именно вы хотите торговать, для того, чтобы видеть, как алгоритм, который вы создаете, расставляет сделки и, соответственно, поправлять логику, для того, чтобы очень глубоко исследовать характеристики вашего алгоритма. Нужно четко совершенно понимать, что до тех пор, пока вы не провели исследование, это не более, чем график Ленин Глубкова. Почему так? Потому что тут чисто математически есть такое свойство у динамических систем, что если они описываются малым количеством параметров, допустим, двумя, и в вашей системе два параметра, или три вы даже примените, то при тестировании вы просто делаете подгонку. То есть вот с математической точки зрения в многомерном пространстве вы просто натягиваете поверхность на базис. И все, что при этом происходит, это происходит выучивание. Этот эффект хорошо известен тем, кто занимался нейросетями. Там тоже есть такой термин «переобученность нейросетей», когда вместо того, чтобы обладать прогностической способностью, нейросеть уходит в противоположную область, она досконально выучивает историческую последовательность, но при этом про будущее она вам ничего не расскажет. Вот здесь та же самая ловушка, те же самые граблики, которые можно наступить. Я сам категорически не советую вам использовать более двух параметров системы. По целому ряду причин. Во-первых, потому что я хоть и математик, я не могу себе представить четырехмерную поверхность. Как я не стараюсь и не могу. Трехмерную – могу. Трехмерная поверхность позволяет мне представить себе, как выглядят, допустим, доходность системы на сетке из двух параметров. А вот если у меня не два параметра, а три, то что с этим делать, я не знаю. Может быть, некоторые из вас могут оперировать такими вещами. Как говорится, плаку руки. Я, значит, не рекомендую. Другими параметрами алгоритм поиска оптимальных параметров существует. Так же, как и алгоритм оценки доходности системы. Значит, смотрим вот на этот график. Хочется знать правду про свою торговую систему, прежде чем мы подвергнем реальные деньги на счету риску. Как эту правду узнать? Значит, в прежних продуктах, которые были до Уэллса, честно говоря, они не давали никаких инструментов для того, чтобы узнать эту правду. Анализ периодов – очень удобная штука для того, чтобы свыкнуться с особенностями системы. Дело в том, что какую бы вы систему ни построили, вы должны четко понимать, что то, что вы сделали, это в любом случае казино будет. Но вы будете на стороне владельца казино. И точно так же, как владельцы казино получают прибыль от своего бизнеса, точно так же и вы будете получать прибыль от торговли вашего алгоритма. Но это не означает, что вы будете выигрывать в каждой сделке. Это означает, что вы будете выигрывать на длинной серии сделок, и если вы создали игру с положительным математическим ожиданием, вы вытащите его в деньги. Датафит, какой-то там К-индекс, что-то такое. Ход мысли у него следующий, что пятна на солнце – это что? Это солнечная активность. Солнечная активность – это магнитные бури. А магнитные бури – это когда сумасшедшие из окон выпрыгивают. А на бирже – большинство сумасшедших. Поэтому, когда пятна на солнце, значит, это как-то должно на всех влиять. И вот это влияние он как-то там ухватил. С его слов он вычислил четкую корреляцию между вот этими солнечными пятнами и под поведением игроков на бирже. Я ничего против не имею. Если идея вам близка и понятна, вы можете торговать. Другая таблица показывает вам состояние ваших стратегий, а именно тех, которые вы торгуете. В любой момент времени, через какое-то время после того, как вы начали это разрабатывать, вы поймете, что у вас не одна стратегия, а несколько. Даже если вы разработали одну стратегию, в силу фрактальности свойств временных рядов, вы ее можете торговать, одну и ту же стратегию, на разных таймфреймах, даже на одной бумаге. К примеру, вы сделали стратегию, рассчитали ее на 5 минутах. Это не означает, что вы только на 5 минутах можете ее торговать. Отойдите от 5 минут, к примеру, в области 15-20 минут, перерассчитайте стратегию, и та же самая стратегия с другими параметрами будет торговать на 15 минут. Если вы посмотрите корреляцию между этими эквитами, по первой стратегии, по второму, вы увидите, что они не коррелируют между собой, что и отражает, так сказать, свойства, фактальные свойства временных рядов. Конкуренция на бирже идет сейчас в двух направлениях. Первое направление – это сверхвысокочастотные алгоритмы, которые борются за микросекунды там. Они уже со своими железками на биржу уехали, и там уже тесно. Другое направление – это направление усложнения алгоритмы, так сказать, математика. И, соответственно, как только вы начинаете делать сложные алгоритмы, вы тут же натыкаетесь на невозможность их просчитать. И чтобы эта возможность у вас все-таки была, желательно ваши индикаторы выводить на CUDA. Те из вас, которые не знают, я скажу, что CUDA – это технология массивно-параллельных расчетов на графических ядрах, на ядрах последних поколений плат NVIDIA. Поскольку ядер много, плата, которую мы используем, на каждые 960 ядер, машина, на которой мы работаем, позволяет 7 штук воткнуть, таким образом получается почти 7000 ядер. И все они параллельно считают со скоростью больше, чем центральный процессор. Все это позволяет те расчеты, которые раньше казались абсолютно невозможными, можете это делать, и использовать CUDA-индикаторы. Ну, например, расчет коэффициента Херста в реал-тайме. Или, например, строить торговую систему на модели Арфема в реал-тайме. Это вещи, которые были абсолютно невозможны еще буквально год назад. Сейчас мы это делаем, и, так сказать, за этим будущее. Использование метода Montecal для оптимизации параметров. Был семинар, на котором я подробно об этом говорил. Сейчас просто в двух словах скажу, что математически строгая процедура расчета оптимальных параметров, она далека от того, что предлагает платформа Wells. Ну, кто из вас готов пройти до конца, значит, должны знать, что это можно сделать с помощью CUDA. Также Montecal мы используем для расчета параметров распределения доходности. Причем мы это делаем не так, как сделано в Wells, а с помощью применения модели Арфема. То есть каждый раз, когда мы хотим знать распределение доходности нашей системы, мы берем бумагу, на которой мы хотим работать, к примеру, Газпром. Берем ее за три года, ну или за показательный период, который огульно методом прищуривания левого глаза выбирается. Вот этот показательный период. Допустим, бумага на этом периоде демонстрировала все свое поведение. Как она там и росла, и в рукавике, и туда, и сюда. Мы берем, оцениваем модель Арфема на этом периоде. И после этого генерируем, как я уже говорил, большое количество эпох, порядка 100 тысяч. 100 тысяч нужно для того, чтобы поднять хвостовое распределение. И делаем строгую оценку параметров системы. Ну и, наконец, применение Huda Cloud. Это, так сказать, когда сложность алгоритма становится настолько большой, что уже даже на мощном компьютере с Huda его уместить нельзя. Это направление появилось в последний год. Существуют компании, которые объединяют вычислительные возможности персональных владельцев таких компьютеров. Большую часть времени каждый компьютер простаивает, порядка 99%. Соответственно, все сейчас подключены к интернету. Эти компании аккумулируют вычислительные мощности и за денежку продают тем, кто за это платит и кто может использовать. Соответственно, Cloud означает, что я могу использовать не 7 тысяч процессоров, а, к примеру, 700 миллионов. Одновременно. Это, конечно, открывает фантастическую возможность. А у вас есть рекомендация, что конструкция компьютеров, вот, в основном, что он считал? Все зависит от того, хороший вопрос, да. Все зависит от того, так сказать, насколько профессионально вы хотите этим заниматься. Если вы хотите всерьез этим заниматься, вам нужен инструмент. Тут, так сказать, палочкой и веревочкой не обойдешься. А инструмент, ну, меньше четырех ядер я вообще не рассматриваю, это не вариант. Ну, а дальше уж как бюджет позволит. Семерка. Windows 7. Никаких других вариантов даже не думайте. 64 бит только. Почему? Потому что вам нужны длинные серии. И вам не нужно, чтобы компьютер у вас умирал от того, что у него памяти нет. Поэтому 12 гигабайт, вот, не имеешь. Может, вы с Майкросов договорились? А? Может, вы с Майкросов договорились на счет скидки? А вам вставляется с этим? Велслаб? Я же говорил. Ответ всегда будет да, потому что это .NET. Это .NET. Это компилятор. В отличие от всех других платформ, с которыми вы раньше были знакомы, это были интерпретации. Даже WELTS 4.5 это был интерпретатор. Это означает, что он был бесконечно медленный и абсолютно непригодный к использованию. Тем не менее, мы все на нем проработали несколько лет. А чем в данном случае не устроит 2374-64 бит? Тем более, что все равно предстоятельство. Хороший вопрос. Работать будет. Но как только вы захотите использовать, например, CUDA, вы тут же обнаружите, что это невозможно. Почему? Драйвера чрезвычайно чувствительны, так сказать, ко всем вот этим наворотам. Семерка оптимизирована под последние процессоры. Core i7. И соответственно... Я вам говорю о том, что когда вам нужно просчитать вашу стратегию, вы готовы во все тяжкие впуститься, лишь бы получить ответ на вопрос. Можно торговать или нельзя. Я использую все возможности. У меня CUDA есть, я пользуюсь CUDA. CUDA, так сказать, не на семерке, не работает. Даже на Vista, у меня была Vista 64 битная. Ну, конечно, мне удавалось, но, например, при попытке воткнуть несколько плат, драйвер видит только одно. Одно CUDA устройство. Ну, и в чем, как говорится, кайф? Может быть, есть какая-то формула? Какое количество сделок можно считать, ну, достаточным для того, чтобы судить о достоверности системы? Может быть, какая-нибудь упрощенная или по опыту? Есть ли? Ну, это вопрос, так сказать, математической статистики. В случае нормального распределения, там, цифра приблизительно 32 события для того, чтобы судить о распределении. Для фрактальных распределений цифры другие. Все зависит от закона распределения. То есть, если вы увидите сильно фрактальное распределение с ярко выраженным эксцессом и с тяжелыми хвостами, вам нужно очень много событий, чтобы судить о характеристиках. Почему? Потому что хвосты распределения спадают по степенному закону. Это значит, что, чтобы их поднять, это очень редкие события, и они очень далеко находятся от центра. Чтобы их поднять, вам нужно в центр накачать очень много. То есть эпохи эти сгенерировать их. Да, да. Поэтому вот у нас эти цифры возникли порядка 100 тысяч. Это значит, что это 100 тысяч эпох. Чтобы судить о том, как бы, хотя бы, примерно, достоверно или нет. Ну, так сказать, такие вычисления на нашем внутриофисном кудовском клауде, да, с пиковой производительностью 14 тарафон, мы получили время счета 48 часов. Мы можем про Монте-Каррис стратегизировать. Я просто хочу сказать, что, почему, тем не менее, так сказать, я думаю, что выбор должен быть в пользу Уэллса. Дело в том, что Уэллс – это выбор профессионалов всей планеты. Это означает, что вы можете обратиться к накопленным знаниям. Огромное количество умных людей написали умные программы, и вы можете, так сказать, ими воспользоваться. Если у вас есть вопрос, на него уже есть ответ, вам нужно зайти туда и его прочитать. Это большое преимущество. Мне очень понравился данный семинар. Во всяком случае, всегда очень интересно получать какие-то новые сведения от конкурентов непосредственно, поскольку все понимают, что на рынке друзей нет. Человек-человок-волк, несмотря на то, что семинар носит исключительно проплейсинговую направленность, что-то новое всегда можно почерпнуть. Очень хочу отметить выступление Яковлева Арсена. Арсен, если вы меня слышите и видите, большое вам спасибо заставили задуматься. Кое-где придется вернуться к переисточникам, к первоисточникам, и что-то начать заново. Спасибо. Итак, наш семинар продолжает Александр Барактян, генеральный директор ООО «ТФАСТ», который расскажет о новом поколении терминалов для активных трейдеров. Добрый вечер. За красивыми словами скрывается продукт, который сделали в итоге совместно с Цериком. в той части, что всю наиболее, скажем так, сложную и технологически насыщенную часть внедрения, то, что касается развертывания в дата-центре и РТС, обеспечения хорошим промо-сервером, обеспечения хорошего доступа из интернет, эту часть сделали специалисты Церкви. С нашей стороны пришел софт, который изначально разрабатывался как платформа, скажем так, более широкого применения, нежели сейчас, то есть некий продукт, на основе которого можно строить как брокерские системы, так и системы, автоматизирующие деятельность трейдеров в том или ином виде. В итоге это выглядело неким симбионтом, в котором сочетаются как инструменты для высокочастотной ручной торговли, так и либо развиты инструментарии автоматов. Состоит из сверху, соответственно, биржи, дальше наши адаптеры, это принципиальная схема, потом сервер доступа, который соединяет все данные воедино и сводит в один протокол. И также на серверной стороне развернут сервер синтетические заявки. Из всего этого кормится как терминал, так и кастомные продукты, которые могут быть с ним соединены через API, кумовский, либо другой, так и работающие с сервером напрямую. Терминал сам по себе тоже решение модульное, и, соответственно, каждый из модулей, который описан, он в той или иной степени отчуждает. То есть, если вам требуется, например, интегрировать решения от разных поставщиков фиду, ордера раутинга, технологии визуализации, то комбинируя свои компоненты, мы можем вам в этом очень сильно помочь. Что касается улова, такая цветность отвратительная. Понятно, что скальперы работают со стаканом. В стакане сделано, ну, наверное, две трети от того, что можно, в принципе, желать. Ну, и что я видел у различных конкурирующих продуктов. То есть, то, что касается работы с мышью, то, что касается работы клавиатурными шорткатами, массовыми операциями, полуавтоматами и разного рода синтетическими заявками, это все реализовано. В принципе, учитывая качество местного интернета, потом можно будет показать на мониторе, как оно устроено. Елки-палки. Тем, а можно сделать как-то, чтобы были видны буквы? Здесь хотелось показать, какие настройки в стакане присутствуют, но ввиду вот такого шрифта, я думаю, что это не получится. Смысл в чем? Что не секрет, что трейдеры иной раз работают с разными инструментами. Настройки требуются радикально разные. Не только по шорткатам, а даже, скажем так, по идеологии торговли. Ну, например, да, вы ставите псевдорыночную заявку на форс, выставляете ей допустимое проскальзывание. Понятно, что желаемая эта цифра будет разная для различных инструментов. Вот. И вот эта простыня, она позволяет настроить всю специфику полуавтоматов, которые на стакан нацеплены. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok